Кассиры. Какой самый странный набор покупок вам попадался? Чёрные пакеты, три бутылки хлора, перчатки, нож для разделки мяса. Я просто въехал в новую квартиру и у меня не было ничего для бытового использования. Майонез, банка солёных огурцов, молоко и четыре рулона туалетной бумаги. Первое. Возьми любой список товаров. Второе. Добавь презервативы. Профит. Кассиры пожирают вас глазами. Бензин, спички и открытку. С днём рождения. Вино, один огурец и кошачий корм. Очень грустный набор в глазах кассира для девушки 25 лет. Собирался к девушке, зашёл в магазин за презервативами. И девушка попросила купить огурцы для салата. Так себе комплект. Спросил у продавца, какой вкус у минерального камня для попугаев. Он охренел, пришлось объяснять, что черепахи тоже едят минеральные камни. Но им можно есть только камни без добавления соли. Две больших упаковки чипсов, три двухлитровых бутылок колы, один торт и много шоколада. И в придачу весы и слабительные. Вчера собиралась на дачу и перед самой поездкой вспомнила, что нужно купить верёвку и мыло. Кассир спросила, всё ли у меня хорошо. Верёвка для качелей, а мыло в баню. Не сказала бы, что это о странных покупках, но как-то раз, ища мячики для своих котов, зашла в зоомагазин, спросила про них у продавщицы. Но тех не оказалось. Расстроенная я вышла из магазина. Двери были открыты. А напротив него кекс-шоп. И я вспомнила, что у меня закончилась смазка. Купила там всё, что нужно и довольно выхожу из магазина. Как тут на меня из-за двери зоомагазина выглядывает та самая продавщица. Настолько охуевшего и даже немного осуждающего взгляда я не видел никогда в жизни. Просто шприц. Продавец спросил, зачем? Я ответила, мне нужно сделать кое-что своими руками, нужно запихнуть жидкость в маленькое отверстие. Или что-то такое. Только по дороге домой я поняла, что он подумал. Мыло, верёвка, швейцарский нож. Передо мной бабушка лет 70 купила 3 блока сигарет, 5 пачек XXL презервативов и спросила, у кассира нет ли смазки, а то её любимая закончилась. Цепь для бензопилы, 5 бутылок кваса и простые карандаши. Недоумение кассира было видно невооружённым взглядом. Хотя вряд ли это можно использовать в преступных целях, за исключением цепи для бензопилы. Старая цепь вроде была негодная, разобрать старую летнюю кухню на дрова было нужно. Несколько пачек бич лапши, бутылка пива, лёвин брау, пузырёк лазалвана, несколько пачек лезвий рапира, концентрат освежителя воздуха, перекись водорода и влажные салфетки. На кассе были 3 девицы, увидев мои покупки, им стало не по себе. В следующий раз в маркетинге оказалось лезвий концентрата освежителя. Хм, странно, не знаю, что тут такого. Как-то покупал средства от вшейни для себя. В аптеке была длинная очередь, и я специально громко сказал продавцу так, чтобы все услышали, и ещё голову чесал в надежде увидеть, как все разбегаются. Как оказалось, всем было пофигу. Презервативы, вино, киндр, скотч, мешки для мусора. Только выйдя из магазина, я понял, что у меня странный набор покупок. Молоко, огурцы, туалетная бумага, пантенол. Я делал коктейли и бургеры, а ещё тогда сгорела кожа, а туалетка закончилась. А я видел, как женщина купила 4 переполненных корзины доширака, я так угорал с лица кассирши, а это уже было со мной. Я в лет 7-8 пришёл в магаз и понял, что у меня футболка надета наизнанку, и ещё задом наперёд. Хорошо, что ещё в магазине переодеть не додумался, и я ходил, как парализованный. Я часто покупаю пиво и несколько дешёвых пакетиков кошачьего корма в пятёрочке возле работы. Наверное, кассиры думают, что это закуска. 30 рулонов туалетной бумаги и маленькая шоколадка. Фольга, две бутылки и канцелярский нож. Я вчера купила топор и большую упаковку кошачьего сухого корма. А так как я рядом живу, то не стала брать пакет, так и понесла в руках. Люблю своего котю. В прошлом году мы поехали на море и жили там в палатках. В магазин ходили мачеха и её сестра. Нам нужна была морковь для супа, ещё мы забыли все настольные карточные игры, что у нас были. Вот пошли они в магазин и покупают две морковки и обычные карты. Продавец у них спросил, размер морковки имеет значение? Букет роз и топор. Бананы, мука, презервативы, увлажняющий крем и верёвка. Мда, боюсь представить, что там надумали обо мне. Чипсы, пицца, наггетсы и лезвия для бритвы. Последние я покупал для брата. Взгляд кассира менялся каждый товар. Жидкий кошачий корм и булка. Квас, энергетик, печенье, молоко, ручка, масло для волос, крем для рук. Кошачий корм, зажигалка другу, сигареты. Я как-то каждый день брала рултон за 19 рублей и феликс коту. И вот день на пятый таких обеденных покупок, кассирша сказала, что дошек с говяжьей приправой всего на пару рублей дороже. Я была в аптеке, ждала в очереди. Мне позвонила подруга и попросила купить презики, так как она знала, что я в аптеку пойду. В этот же момент мой взгляд нашёл гематоген. В итоге гематогены, прокладки для меня, детская присыпка для соседки и презики. Аптекарь не смог посмотреть мне в глаза и просто улыбаясь пробил покупки. 8 пачек сигарет, 7 бутылок водки, 5 бутылок виски, 20 пачек презервативов. Пожалуйста. Кассир пробивает. Спасибо, до свидания. Мужчина, что? Возьмите меня с собой. Упаковка прокладок, по нужде, 2 пары трусов. Просто понравились и побоялась, что потом их не будут. Кто-то купит и решила взять. Плюс мама попросила сгущенки купить. Скотч, кошачий корм, мешок для мусора и порошок для маскировки запаха. Есть такие банки для кошачьего туалета. Вуаля, за вами выслали отряд копов. 10 освежителей для воздуха, пакет и лезвие для бритвы. Пакет был просто, чтобы нести это все. Освежители для воздуха для всего кампуса, лагеря и лезвия, ибо у моего друга сломалась бритва. Два знакомых пошли в кекс-шоп. Одному нужна была смазка, друга взял просто за компанию. Пока друг обхаживал магазин и все рассматривал, тот, которому нужна была смазка, выбирал одну из нескольких вариантов. И не сумев определиться, самостоятельно обратился к другу. Эй, какую смазку нам лучше взять? Думаю, реакцию продавщиц к слову молодых девушек описывать не нужно. Я помню, как мы с однокурсницами покупали топорик и молоток с пилой, плюс нас было пятеро. К этому мы выглядели так, как будто кого-то пытали зарезать и закопать, так как большинство из нас были перемазаны в глине и грязи. Спереди у нас стоял пожилой мужчина и увидев картину произнес, похороните меня за лесополосой. Однажды меня послали в магазин за перчатками и губками. Я сказал, что я могу купить каких-нибудь вкусняшек. Я выбрал Принглс. Кассир странно посмотрел на меня. По виду ему было от 20 до 25 лет. Кажись, он подумал, что я сделаю одну очень интересную штуку. Два крема для рук, 4 резиновых шара, резинка, 9 булавок и ошейник с поводком для собаки. Как-то купил бутылку виски, мыло и веревку, что вкупе с депрессивным выражением лица составляло интересную картину. На меня смотрели странно не только кассиры, но и другие покупатели. Однажды я купила толстую веревку, складной стул и бутылку холодного чая для похода. Но только вот в руках у меня тогда были антидепрессанты. Кассирша явно что-то заподозрила. Бутылка шампанского, простынь и презервативы. Смешок кассира заставил меня посмотреть на свою покупку со стороны. На самом деле я ехала на день рождения к подруге и зашла в магазин за шампанским. По дороге увидела просто интересные расцветки, которые мне очень понравились. А на кассе была акция на презервативы, и я решил взять пару пачек. Теперь я всегда оцениваю свою покупку до того, как отнесу товар на кассу. Я некоторое время работала кассиром в магазине, где был одел с едой и одел с лекарствами. Так вот, ко мне подходит девушка лет 20, и я вижу такую картину. Два батона, три палки колбасы, пачка от дорогого сыра, большой шоколадный торт, набор для приготовления суши, лаваш, тесто для пиццы, майонез, кетчуп, помидоры и бисокодил. У кого-то намечается приятный вечер. Как-то раз я купила в аптеке кроволол для снижения билирубина. Презервативы и тест на беременность, тоже нерегулярный цикл, гинеколог сказала сделать по правилам. Как будто от результата теста будет зависеть, чем я воспользуюсь дальше. И это выглядело очень странно и смешно, но я была спокойна, и кассерша тоже, поэтому никакой реакции не было. Тест на беременность, крепкая веревка, изолента, скотч, несколько ножей, набор, перчатки резиновые, большие черные пакеты, моющие средства усиленного действия, швабра, ведра, тряпки. Продавец смотрела очень странно, но спросила лишь, вы собираете купоны, а я просто переехала в другой город. Тест был по скидке, поэтому взяла на всякий. Две дамы спереди меня в очереди покупали две бутылки пива Ханекер и детское питание Агуша. При этом выглядели они как классические кей-поперши, короткие цветные волосы, одежда унисекс, значки с корейцами на рюкзаке. Я очень старалась не ржать. А еще компания 14-летних на вид парней доказывали, что им есть 18, и они могут купить себе два двухлитровика оливарий и растворимый кофе. А на этом все. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также в описании я оставлю ссылку на телеграм-канал, где я публикую еще больше контента, переведенного на русский язык специально для вас. А также, если не сложно, оставьте комментарий более чем из четырех слов. Это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. Большое спасибо и всем пока!